Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Ровно за полгода до первого матча в Сочи сегодня начал работу Центр выдачи паспортов болельщика. В Сочи задержана мошенница под видом продажи меда. Она обворовала 90-летнюю пенсионерку. Позади экскурсии, впереди обмен школьниками. Московские учителя познакомились с особенностями системы образования Сочи. Работа для всех. В Сочи сегодня прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Главное политическое событие, которое до сих пор обсуждается в стране и за ее пределами. Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах 2018 года. О решении баллотироваться на еще один срок глава государства заявил в ходе встречи с работниками автозавода «Газ» в Нижнем Новгороде. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выделять свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Решение Путина многие политики назвали важным для будущего страны. Своим мнением с журналистами федеральных изданий поделился и губернатор Кубани Бениамин Кондратьев. За многие века у России мощный лидер, который сегодня определяет приоритеты на международной арене. Это наш президент Владимир Владимирович Путин. Именно он сделал наше отечество сильным и сплоченным. Благодаря ему мы имеем устойчиво растущую экономику, социальную и политическую стабильность. У нашей страны есть все основания для дальнейшего роста, как экономики, так и благосостояния ее граждан. Сильным президентом Владимиром Путиным будет сильной и Россия. Мы все должны сплотиться вокруг него для реализации его экономических и политических решений для дальнейшего процветания нашего отечества. Избирательная кампания стартует уже в этом месяце, а принять важное решение россиянам предстоит в марте 2018 года. Православные христиане отмечают сегодня день Екатерины Александрийской. Небесная покровительница Краснодара. Она проповедовала учения Иисуса Христа. И за это римский император Максимин приказал ее казнить. С самого утра в кафедральном соборе, который носит имя Великомученицы, на торжественную литургию стали собираться люди. Службу провел митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Вместе с прихожанами большой праздник. В храме встретил глава региона Вениамин Кондратьев и атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда. Многие верующие приехали из других городов и районов края. Я приехала из другого города, из города Тихорецка, специально на службу, для того, чтобы помолиться святой мученице Екатерины, поблагодарить ее за все. Она помогла мне сегодня сюда добраться благополучно, оставила маленькую дочку дома. Это один из самых важных, наверное, праздников и в году, и вообще в моей жизни, поскольку я тоже ношу имя Екатерина. Для меня это День Ангела, а вообще это большой праздник и для нашего города Екатеринодара, и для Екатерининского собора. Считается, что святая помогает во время трудных родов. Также своей покровительницей Екатерину называют философы. Просят поддержки у нее преподаватели и ученики. Сегодня в память о великому ученице горожане прошли крестным ходом по улицам Пушкина, Гоголя и Куйбышева. Пространство для бизнеса. В Краснодаре начинающим предпринимателям предлагают бесплатную помощь в развитии собственного дела. Набор резидентов продолжает первая в регионе государственная каворкинг-площадка. Находится она в Центре поддержки развития предпринимательства. Здесь безвозмездно предоставляют интернет, рабочее место и оказывают полную юридическую поддержку. Инкубатор для предпринимателей сегодня посетил губернатор края. В ней Минкандратьев пообщался с первыми резидентами. Наш проект «Альтернативная энергетика» на Кубани считает, что это просто очень перспективно. «Альтернативная энергетика» на самом деле это сегодня то направление, куда мы должны не идти, мы должны ломиться. Потому что сегодня дефицит энергии, он сегодня ощущается, в том числе и на тех проектах, которые сегодня мы уже хотели бы реализовать. Мы разработали проект мобильной автономной ветроэлектростанции, которая может базироваться на вездеходных шасси, то есть гусеничных, колесных. «Альтернативная энергетика» – это будет опытный образец, который можно посмотреть, пощупать, посмотреть на его результаты. Мы к этому разговору вернемся, и тогда помощь может быть более существенной. Сегодня в первую очередь нужно бизнес заинтересовать вашей идеей, и тогда на самом деле она может продаться уже сразу. Поэтому здесь очень важно, чтобы она была не просто проектом, а проектом, который, естественно, реализуется и принесет прибыль, в первую очередь, бизнесу и, неважно, региону, конечно же, и вам. Чтобы стать резидентом деловой площадки, необходимо иметь зарегистрированное юридическое лицо или быть индивидуальным предпринимателем не дольше трех лет. Места предоставят тем, чьи бизнес-идеи пройдут конкурсный отбор. Из 26 рабочих точек заняты уже 11. Кроме этого, здесь же работает школа молодого бизнесмена, где своим опытом со всеми желающими делятся реальные предприниматели. На встречу чемпионату мира по футболу. Ровно за полгода до первого матча в Сочи открылся центр выдачи паспортов болельщиков. Он расположен в здании торгового центра «Море Молл». Подробнее Елена Всецына. Открытие центров регистрации и выдачи паспортов болельщиков проходилось сегодня сразу в пяти городах России. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и в Сочи. И везде в торжественной обстановке. Была организована прямая линия. Первый паспорт болельщика получил сочинец Никита Колотовкин. Сам он из семьи профессионального футболиста. Большую любовь к спорту привел отец. Поэтому теперь он с гордостью носит звание супер-болельщика. Всегда болеет за Россию, Аргентину и Сербию. Олимпийские игры прошли. Мы были счастливы. Чемпионат мира для меня как футболиста – это мега событие. И я счастлив, что я здесь, я в центре. И сейчас здесь. Ну, безграничное. Да, это супер. Послом чемпионата мира по футболу от Сочи является сын советского футболиста Слава Митревелли Сергея Митревелли. Он, собственно, сегодня и приветствовал болельщиков из других городов России во время телемоста. Те матчи, которые пройдут в городе Сочи, обязательно я на всех буду в матчах. Потому что это действительно такое событие мирового масштаба. И надо использовать эту возможность, чтобы побывать на таком мероприятии. Интерес к турниру – огромное большинство заявок от российских болельщиков. Спрос со стороны зарубежных поклонников футбола составляет 34% от запрошенных билетов. Их продажа продлится до 31 января. Мы всех приглашаем на фестиваль болельщиков, который будет в центральной части города. Это площадь Южного Мола. И там на 10 тысяч человек будет в ежедневном режиме проходить большие праздничные гуляния с открытым показом матча чемпионата мира. То есть будет прямой трансляции. Поэтому это будет такая большая, красивая праздничная атмосфера. Чемпионат мира по футболу как наш край, так и наша страна принимает впервые. И, конечно, та подготовительная работа, которая проходит, как я уже сказал, стадион, который принимал открытие, закрытие олимпийских, паралимпийских игр, был полностью реконструирован. Подготовлена великолепная футбольная пола. Увеличено количество зрительских мест по требованиям FIFA. Стадион теперь вмещает почти 45 тысяч мест. Соответственно, подготовлены тренировочные площадки. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Сочи пройдут 4 матча группового этапа, а также встречи 1-8 и 1-4 финала. 15 июня в отборочном матче на стадионе Фишс встретятся сборные Португалии и Испании. 18 июня сыграют команды Бельгии и Панамы. 23 июня Германия против Швеции. 26 состоится 4-й отборочный матч между сборными Австралии и Перу. Елена Всевсен, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи в ночь с четверга на пятницу в предгорной и горной зонах ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют воздерживаться от выхода в горы, не выезжать на летней резине. По возможности отказаться от личного транспорта. Ну а в случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112. К другим новостям. В Сочи в ДТП человека выбросило из машины. Авария произошла вечером 6 декабря в поселке Дагомыс. ДТП произошло в 18.40 на Батумском шоссе. Из записи видно, что водитель автомобиля ВАЗ в нарушение правил дорожного движения начал разворот через полосу и двойную сплошную, даже не включив поворотники. В него врезалась шедшая позади иномарка. Удар был такой силы, что отечественную легковушку перевернуло на встречной полосе. А водитель вылетел из окна. По информации очевидцев, все участники аварии живы. В Сочи задержана подозреваемая в краже. Приезжая из Ростовской области похитила у 90-летней пенсионерки последние деньги. В отдел полиции Центрального района пожилая женщина сообщила о том, что из ее дома пропали 12 тысяч рублей. Как выяснилось, в квартиру к пенсионерке постучала незнакомка, торговавшая медом. Под предлогом дать попробовать разные сорта, женщина напросилась войти. После ее ухода хозяйка и обнаружила пропажу. Со слов пострадавшей свидетелей из соседних квартир, полицейские составили ориентировку с приметами злоумышленницы. В ходе оперативных действий сотрудников уголовного розыска, женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. Сотрудниками уголовного розыска Центрального района отдела полиции ВД города Сочи была задержана уроженка Ростовской области, которая под видом социальных работников, а также под предлогом продажи меда, заходила в основном в квартиры пожилых людей. И, соответственно, путем отвлечения от продажи меда или мероприятий каких-либо совершало хищение денежных средств. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Устанавливается причастность 51-летней жительницы Ростовской области к аналогичным преступлениям. ОВД Сочи просит всех жителей, пострадавших от действий данной женщины, сообщить в дежурную часть по телефону 02. В честь Дня Героев Отечества сегодня в нашем городе честовали героев сочинцев, отмеченных самыми высокими наградами. Участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, России, героев труда Кубани. Отличившимся на основании распоряжения администрации Сочи вручили и знак отличия за безупречную службу городу Сочи. Десятый по счету День Героев Отечества сочинцы отметили в Доме музея Николая Островского. В Доме человека, который для многих поколений стал идеалом самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Геройскими поступками сегодня могли похвастаться и все гости мемориального музея. В одном зале собрались герои как Советского Союза, так и нашего времени. «В жизни всегда есть место подвигу» – эту крылатую фразу в наши дни подтвердил старший участковый отдел полиции Хостинского района Сочи. Владимир Новиков, рискуя жизнью, вытащил из горящего дома целую семью – трех детей и их родителей. Майор стал победителем проекта поступок, а из рук главы Сочи получил знак признания и почет сочинцев. Мне приятно, скажем так, увидеть настоящих героев, тех, которые уже далеко в возрасте. Я не думаю, что у меня поступок, а у них вот героические поступки. Я выполнял то, что считал нужным. Я даже не понял, что произошло. Вывел, вынес и ушел. Как бы так. Также я молодежи нашим желаю, чтобы прислушиваться к сердцу, а там, я думаю, каждый способен на поступок. И я думаю, что у нас еще будут герои в Сочи. Сегодня же сочинским героям вручили очередные награды, но уже региональные, за победу в премии «Имя Кубани». Лауреатом номинации «Боевое имя Кубани» стал сочинец Андрей Звягинцев, герой Российской Федерации, капитан второго ранга, руководивший группой водолазов, принимавших участие в подъеме затонувшей подводной лодки «Курск». Сам Андрей Звягинцев находится на службе, поэтому награду вручили маме сочинца. Лауреатом общественной премии в номинации «Трудовое имя Кубани» стала Вера Шибалова, заслуженный учитель РСФСР. Вера Андреевна посвятила образованию 59 лет. Каждый из героев просто выполнял свой долг, не заботясь о получении орденов и регалий. Мы направили 93 имени вместо 25. Вот такой у нас достойный город. И Краевая комиссия отметила этот факт, что ни один из 44 муниципалитетов Краснодарского края не представил такого большого количества имен. Но и те, кто не вошли в эти списки 25 человек, навсегда останутся в памяти, в истории нашего города, в истории нашего Отечества, потому что это действительно великие люди, благодаря которым процветает и будет процветать наша страна. Спасибо большое. Низкий вам подарок. Впервые День Героев Отечества появился в календаре в 2007 году, когда в Государственной Думе решили возродить дореволюционный праздник – День Георгиевского кавалера. Именно по этой причине в качестве даты для празднования Дня Героев Отечества была выбрана 9 декабря – день, когда в Российской империи был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Московские учителя приехали знакомиться с особенностями системы образования Сочи. Три дня педколлектив столичной школы номер 2033 изучал инновационные проекты курортных образовательных учреждений. Итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве, расскажет Инга Габешия. Сочинское управление по образованию с департаментом образования Москвы работает с 2016 года. В рамках реализации проектов «Эффективный руководитель» и «Современный заместитель руководителя образовательного учреждения». Повышение квалификации в Москве прошли порядка 50 сочинских специалистов. Визит москвичей – ответный. Для них провели экскурсии по местным школам, сочинские педагоги поделились с коллегами лучшими практиками. А вот опыт московской школы уже реализуется в 9-й гимназии курорта. Если говорить, что мы привезли из Москвы, то мы привезли и уже реализуем у себя это стратовое обучение в 5-х классах и в нашей гимназии. Это когда дети не расходятся по классам, а расходятся по группам на одном уроке. То есть 5 классов, 5 групп. Сохраняем класс, но на предмет русский язык и математика мы делаем выбор детей на 5 групп. Темпы урока абсолютно разные. То есть если учитель работает с более мотивированным ребенком, конечно, он может дать этому ребенку намного больше. Московские учителя выделили для себя сразу несколько сочинских практик. Гостей заинтересовали проекты профориентационного образования Сочи. Отметили и уровень музейной педагогики. Делегация побывала в 65-й Краснополянской школе и 100-й школе в Веселом. Изучили гости и педагогические находки учителей 9-й, 6-й, 1-й гимназии. Сегодня подвели итоги. По инициативе Московского департамента образования, директор столичной школы и начальник управления по образованию и науке Сочи подписали договор о сотрудничестве. Образование в городе Сочи поставлено на очень высокий уровень. Мы понимаем, что некоторые моменты мы точно возьмем на вооружение и будем применять в своей работе. Впереди еще есть весенние каникулы и мы приедем уже с командой не только педагогов, но с нашими школьными командами, а значит и с ребятами, и с родителями, для того, чтобы два города, Москва и Сочи, стали немножко ближе друг к другу. Обмен опытом и знаниями – это лучший способ обучения, уверены специалисты. Коллеги заинтересовались нашей работой и нашли для себя точки роста в том числе. Нам очень приятно это, Ирина Анатольевна говорила, что Москва – голова, а сердце – это Сочи. В нашей стране приятно это слышать, но голова и сердце должны работать в едином режиме. Так как департамент образования Москвы работает с руководителями, ну я имею в виду управленческие какие-то аспекты, да, но, наверное, в нашей стране не работает никто. Здорово, надо поучиться, и вот это для нас точка роста, для управления по образованию и науке. В итоге решено. Сотрудничать будут не только педагоги. В дальнейшем представители двух департаментов решили организовать и обмен школьниками. Но все же главная цель партнерства – это повышение качества образования, отметили педагоги. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Работа для всех. В Сочи сегодня прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В центре занятости сегодня свои вакансии для соискателей с инвалидностью представили более 20 компаний, работающих в разных отраслях. Это спорт, медицина, санаторно-курортный комплекс, отельный бизнес, недвижимость. В их числе и крупнейшие предприятия курорта, например, Югспорт, санаторий «Спутник» и Дзержинского, компания «Красная поляна» и другие. Все желающие могут обратиться в службу занятости и получить информацию об услугах центра занятости, что сейчас происходит на ярмарке. Плюс могут состояться уже первичные собеседования с работодателями. Граждане могут получить информацию о условиях труда и правах своих. Всего в банке вакансий центра занятости сегодня около 5,5 тысяч предложений. 700 из них для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечается, работодатели сегодня гораздо охотнее принимают инвалидов. Кстати, сегодня работает целый ряд программ помощи трудоустройству таких соискателей. Правительством страны утвержден план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 год. Что касается статистики по Сочи, из 369 людей с инвалидностью, которые обратились в центр занятости, сегодня уже трудоустроены 133. Сегодня в Сочи стартовал первый этап общегородского конкурса детских рисунков «Подари улыбку другу». Он будет проходить на сайте changesochi.ru Уже больше месяца пассажиров в автобусах МУП «Сочи Автотранс» радуют детские рисунки. Более тысячи работ учеников будут опубликованы и на сайте «Городская среда». С 7 декабря по 15 января будет проходить первый этап конкурса. Из тысячи рисунков будут выбраны 50. У каждого есть возможность проголосовать за понравившуюся картинку. На сайте changesochi.ru необходимо просто ввести порядковый номер. Он указан на самом рисунке в автобусе. Регистрация не потребуется. Второй этап пройдет с 18 по 25 января. Опять же путем голосования на сайте «Городская среда». 29 января пройдет торжественное награждение победителей. С 8 по 16 декабря Сочи снова примет международный турнир по хоккею «Золотая шайба». Традиционно он посвящен легендарному тренеру Анатолию Тарасову. «Золотая шайба» дала путевку в спорт миллионам мальчишек и девчонок, многие из которых нашли себя и в большом хоккее. В турнире неизменно участвуют призеры всероссийских финальных соревнований «Золотая шайба» в средней возрастной группе, а также лучшие команды федеральных округов России. Также прибудут 10 команд юношей 2004-2005 годов рождения из Израиля, Латвии и Белоруссии. Турнир пройдет с 8 по 16 декабря в Ледовом дворце спорта «Айсберг». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.